Натхнённые перемогой в Могилёв завитали организаторы самого популярного танкового симулятора в свете. В спорткомплексе «Олимпийц» прошёл республиканский непрофессийный кибер-турнир. В командном заливе перемогу святковала бригада танкистов-аматоров под названием «Тригадзины» до Могилёва. Киберспортивный турнир просвятили 75-ти годзю обороны Могилёва. Тема для аматоров онлайн-танков добра вядомая. Не выпадково, до початку споборництва организаторы, разом с представниками Министерства обороны Беларуси, наведали буйницкое поле. И усклали кветки до мемориального комплексу. Интересный часовник, большое поле, там остались даже рвы. Нам товарищи военные подсказывали, что остались рвы именно со времён Второй мировой войны, которые выкапывали для обороны. Танки похожи на ваши? Это наши похожи на настоящие, потому как все наши машины либо воевали во времена Второй мировой войны, либо были спроектированы в это время. В этот день в спорткомплексе «Олимпийц» погулять у танки мог каждый. Для индивидуальных поединков зарабили гейм-зону, где разместили 40 столов с презентационным аккаунтом. Уся боевая техника, как кажут, с полной прокачкой машин и экипажу. Интересно играть, конечно. Опыта набрались? Немножко, да, что-то есть такого. Вот сейчас выиграл что-то, пойду, потом дома буду играть, пока есть выходные. Хоть завтра на работу, конечно, но тем не менее. По информации компании, на Могилёвщине официально зарегистровано 120 тысяч игроков World of Tanks. А вот, поглядеть на бои, на все белорусским аматорским турниры съехалося около 2000 глядачов. Те, кто ждет финала, увидели интересный поединок. У им команда «Три годины до Могилёва» перемогла команду «Лошадка» и отримала гульнявое золото и компьютерную периферию. Катерина Булукова, Андрей Чуляк, Зяніс Бутилін. Новинирегион.